Берём мета, делим его на двое, умножаем на русский язык, получаем канал The Damage. И это пара типов. Один такой чудной и шибко заумный, любитель тестов и всё поразбирать. Второй с офигенным чувством юмора, любит стрельбу и разрушение. А вместе парни делают обзоры оружия и оборудования, честно рассказывают о всевозможных нюансах. Ну и само собой делают зрелищные тесты с разрушательствами. Кстати, местами их шоу на разрушители легенд смахивает. В общем, сходите к ним по ссылке в описании и сами всё увидите. Да, чел, сто пудов. Круть. Я-то увидел, цепь валялась. Ща придащу-ка её. Чувак, цепь долб***кая. Че? Настоящая цепь нужна. Мужицкая. Здоровая, тяжёлая. Уважуха ведь замеряется по размеру твоей цепи. Размер что-ли имеет значение? Чел, размер конешно же имеет. А бывает слишком большой размер? Не бывает. Всё, усёк. Уважух, братух. Привет выпускникам нашего колледжа! Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка зёброй. Привет с разрушительного ранчо. Я это... Чё? А, вот. Привет. Я снял... Зелёную толстовку снял, потому что не подозревал, насколько цепь эта грязная и мерзкая. Она б мою новенькую худю капитально исчумазила. Снято. Смотрите, у лейтенанта Дэна новый дружок и... Стрекозёл этот живой, но так холодно, что он даже не улетает. Слышь, мы стрелять будем прям в тебя. Если шкурой дорожишь, улетай. Он, блин... Слушай, давай я тебя перенесу, не против? Ну, нафига тебе огнестрельная? Нормуль, нормуль, нормуль. О, да. Сиди на уолтере. Мы все видели в фильмах, как мужик какой-нибудь подгребает к запертым воротам, ну или двери, к запертой на цепь, и мужик пальнёт разок, порой даже с пистолета, и цепь на две части разлетается. План у меня проверить это взаправду. Мы ведь пробовали уже замки. Парочка роликов была, где я проверял прочность замков против пуль. И вы, ребят, вечно меня тычите во все недостатки тестов. И кто-то написал, если б я хотел дверь открыть, в жизни не стрелял бы по замку. Я обстрелял по цепи, на которой замок. Но я подумал, да, и правда здраво. Но в фильмах и замки расстреливают, так что всё правильно исследую, парни, хватит уже цепляться. А сегодня будем исследовать... Не следовать не будем, исследовать будем. То, что к реальности приближено, а именно расстрел цепи. Так что начнём мы с мелкотни. Тонкая цепь, которая лейтенанту уважухи вообще не добавляет. Ну и калибр тоже мелкий. Первым идёт 22 лонг райфл. Видимо попали мы вот сюда. Видна небольшая косточка. Но с 22 лр эту цепь просто не пробить. Давайте повышать. О, супермен, рад видеть. Крайне популярный калибр, который в фильмах постоянно цепи сносит, это 9 миллиметров. Герой подбегает с пистолетом, фигак открыто. Полицейские этим занимаются, конечно же. Лохиши, само собой, тоже все пистолета пользуют. Чумазует. Всё, чистенький. Пистолета пользуются, цепи сносят и заходят. Посмотрим, что на самом деле 9 миллиметров сделает с этой нашей маленькой цепочкой. Вот сюда. Металл погнут. Польнём ещё разок. Удивительно, но попал прямо туда же. Ещё согнулось. Фигово это, что даже самую слабенькую цепь из хозмага не может расфигачить 9 миллиметров. Пушка, у которой всегда с головой мощи для любых кинозадач, это ружьё 12-го калибра. И стрелять будем пулевым на 28 грамм в гильзе 12-го калибра с высокой юбкой. Прямо туда. По бижутерии лейтенанта Дэна. И посмотрим, что станет с цепью. Цепь словила пыжа. Такого я не ожидал. Давай. Ну ладно, короче. Я не знаю, куда попали, потому что тут всё погнуто. Тут девятка была. О, а может вот сюда вмазала? Почти разошлась цепь. Но от почти до разошлась ещё далеко. Держится отлично. На этот раз цепь вбила в его тушку. Но всё так же цепь так и не разорвана. Всё ещё на нём? На нём. Её тут корёжит, там корёжит. Везде она мнётся, но не ломается. Даже если вот потянуть за неё, фиг разойдётся. Звенья друг за друга отлично держатся. Просто погнутый. Я думал, ружьё порвёт её надвое, а нет. Теперь пушка, которая наверняка порвёт. Это Аэрка в 308-ом калибре. 7,62 на 51. Пуля мега быстрющая. Калибр винтовочный. Думаю, у этой цепи ни шанса не будет. Вот наш порванный кусочек. Металла. Вот то звено, которое мы сломали. И порвали цепь. Винтовку пришлось доставать, правда. Но! Цепь-то хиленькая. Никто под такой цепочкой что-то важное хранить не станет. Берём цепь побольше, посущественнее такую, которая реально может чего-то охранять. Лейтенант Дэн, ты будто изменился. Я тебя уважаю куда больше, чем минут пять назад. Может, эта цепочка работает? Выглядишь классно, чел. Это реально здоровая цепь. Настоящая. Закрывает любые двери, чтобы незваных гостей не пустить. Сложно с ней будет. Берём 308-й. 308-й. Против здоровенной грёбаной цепи. Я думаю, может и расфигачить её. Я думаю, может и вообще ничего не сделать. Вот, внутри тут. Видите, куда пуля ткнулась? Но даже не погнула это звено цепи. Изнутри чуток выгрызла. А так-то звено целёхонькое. На вид, каким прочным было, такими и осталось. Одна из пуль хорошо попала и вырвала кусок цепи. Но недостаточно, чтоб на двое порвать. Вот и порвали. Да! Вот тут видны два попадания. Одно там, а здесь... Пуля вырвала не слабый кусок металла. А вот наше слабое звено, очевидно. И в него как минимум две пули пришли. Сюда вот одна, погнула его. И вторая сюда. Видимо, она чётко легла и на двое его сломала. Думаю, тут оно сломалось чисто от изгиба. Короче, возможно, 308-й рвёт эту цепь. Это цепь, которую мы только что стреляли. А как насчёт такой цепи? Она намного толще. Упитанная цепища. Я даже не знаю, на чё сейчас ставить. Думаю, может исправиться. Но всё ж... Ну, думаю, может. Да, ставлю на может. Была и нет её. Вот попадание. Погнуло очень даже. Ну, рано или поздно, 308-й точно порвёт. Но это будет непросто. Надо бить в одно и то же место. Походу раза 3-4, а это сложно. Особенно, когда в спешке, ночер, срочно ворваться надо. Фиг несколько раз подряд попадёшь. Полтора десятка пуль, но это точно изведёшь. Вот бы пушку, чтоб рвала цепь с первого выстрела. Пятьдесятый БМГ. С ключа пальну. А это... Сложно будет, чтоб метка-то. Порвало её на двое. Это... Непострадавший кусок. Если отыщем поломанное звено, будет очень круто. Вот ещё невредимый кусок. Значит, нет одного вот тут. Нашёлся. Вот он. Я думаю, дело так было. Пуля вдарила сюда, и погнула его так быстро, что металл просто сломался. Тут удара от пули нет, видно простой надлом. Значит... Да, пятидесятка БМГ зарешала. А что насчёт здоровенной цепи из интро? И уж для ровного счёта, как насчёт щепоточки бронебойно-зажигательного-трассирующего. Да, это то, что нужно. Короче, кто-то приковал лейтенанта Дэна цепью. А мы его освободим. Конечно, можем и убить. Но знаете... Это лучше, чем на цепи сидеть, да, лейтенант? Скажи да. Не быстро. Я тщательно целился, чтоб БЗТшку не профукать. И лейтенанта, чтоб не угрохать. Аккуратненько так сбоку шорохом. Я вижу, он чуть обгорел. Но жить будет. Его чуть поджарило вот тут, где вспышка была. Да, детка. Окей. Опа, тёпленькая ещё. Вот видите, тут опалено. Попали сюда. И, кажется, тут звено выгнулось, да, и сломалось. По сути, обычным автомобильным стволом, 50-м барреттом. И обычными армейскими патронами. БЗТшками конкретнее. Можно порвать любую в мире цепь. Я бы сказал, с пистолетными патронами цепь порвать не получится. С винтовочными может быть. Ещё зацените наши худи, у нас в Техасе похолодало, вот, и я в ней гоняю. Это новые, сегодня появились в продаже. С надписью Демалиша, оливковые. Сзади орёль со щитом. Ссылки на них будут в описании. Спасибо за просмотр. Люблю вас. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Я доктор. Типа.